Это старт Лимана в 95-м. Французские прототипы уходят в отрыв на первых кругах, чтобы через сутки победителем стали британцы. В гонке, где всегда властвовали машины, специально подготовленные к сверхскоростному суточному марафону, первым к финишу приходит автомобиль, создававшийся для езды по дорогам общего пользования. Мало того, из-за ограничений в регламенте его гоночная версия слабее обычной дорожной на 27 лошадей. Макларен F1 побеждает в Лимане с первой попытки и за один взмах клетчатого флага становятся легенды. Лучший суперкар 20-го века. Пришла пора узнать, как он стал таким. Всем известно, что Макларен – гоночная команда, связанная своей ДНК с Формулой 1. В уже далеком 63-м она была рождена, собственно, Брюсом Маклареном. Но нас интересует чуть менее глубокий экскурс в историю. Итак, на дворе 1988 год. Рональд Рейган впервые приезжает в СССР и гуляет по Красной площади. По телеку на всю катушку разворачиваются страсти рабыни и зауры, а Макларен громит всех и вся в королеве автоспорта. Еще с нами бразильский волшебник Аертон Сена, который вместе с Аленом Простом составляет команду мечты – Макларен-Хонда. Они рубятся в кровь и приносят британскому коллективу 15 побед на 16 этапах чемпионата мира. Солнечный сентябрь. Аэропорт Милана. Макларен только что получил звонкую оплеуху от Феррари, уступив в Монсе, и четверо руководителей команды улетают домой несолоно хлебавши. Та самая, единственная из 16 упущенная победа. Рейс задерживается. Рон Деннис, главный акционер, Мансур Аех, ключевой инвестор, Гордон Мюррей, главный конструктор, и Крейтон Браун, глава маркетинга, отчетливо понимают – доминирование не будет вечным. Наработки и достижения сегодняшнего дня нужно конвертировать в нечто большее, чем победа на трассах. Пока их самолет готовится к вылету, они ищут ответы. И находят. Первым идею о постройке дорожного суперкара с массированным использованием формульных технологий озвучивает Гордон Мюррей. Конструктор от бога – это он создал всепобеждающую MP4-4, раз за разом привозящую сену и просто к победам. Мюррей вынашивал идею суперкара с юности, и кажется, время пришло. В его концепции есть серьезное отличие от всего, что строилось до этого. Пилот будет сидеть по центру, а машина будет трехместной, с двумя сидениями для пассажиров по бокам. Какого черта Макларен F1 должен был везти троих, Мюррей не объяснил и через 30 лет после выпуска. Но факт остается фактом. F1 – единственный в мире трехместный серийный суперкар. У Мюррея были и другие основополагающие требования к будущему суперкару. Вот они. Только атмосферный двигатель V12, никакого турбонадува. Так, связь пилота с силовым агрегатом становилась прозрачной, а отзыв на акселератор молниеносным, без инерционных задержек, которые создает турбина. Второе. Никаких вспомогательных систем, только живая и непосредственная связь пилота с машиной. У F1 нет и никогда не планировались антиблокировочная система тормозов, курсовая устойчивость и усилители руля. Третье. Минимальный вес. Для достижения этой цели Мюррей использовал углепластиковый монокок, впервые в серийном производстве. Семью годами позднее на этот конек взгромоздится по Гане Зонду, а Lexus LFA дорастет до этой технологии 20 лет спустя. С мотором вышла загвоздка. Очевидно, что Мюррей делал ставку на Хонду, которая везла в те годы машины Макларена к победам. Просто переселить формульный мотор было нереалистично из-за его мизерного срока службы. Вряд ли вы захотите отвалить миллион фунтов за штуковину, имеющую запас надежности около 500 км. К тому же это был турбированный шестицилиндровый агрегат. Не комильфо. А разрабатывать с чистого листа В12 Хонда не захотела. Мюррей раз за разом приезжал в Тачиги, где находится моторная база японцев, размахивал руками и рисовал сладкие перспективы. Но те лишь отрицательно качали головами. Дорого. Зато другие японцы из Исудзу очень хотели влезть в проект и готовы были на все условия. Но тут уже Мюррей и Деннис дали на попятную, сказав, что они очень верят в силу моторов от Исудзу, но им нужен двигатель с гоночной родословной. Макларен не торопится упоминать производителя мотора в своих пресс-релизах, скромно ограничиваясь его индексом S70-2. Но мы все знаем. Шестилитровый агрегат построили люди из BMW. И какой агрегат? Изменяемые фазы газораспределения в тот момент были пиком технического совершенства. У каждого цилиндра своя катушка зажигания. Четыре лямбда-зонда. Сухой картер. Многое из этого сегодня вы можете найти на базовом C-классе, но дело было 30 лет назад. В канун Рождества 1991 года мотор из Мюнхена был поставлен на динамометрический стенд и выдал 627 коней при 6,5 сотнях крутящего момента. Кстати, чтобы оптимизировать температурный баланс в моторном отсеке, его изнутри покрывали золотой фольгой. 16 грамм золота на каждую машину. Такого вы не найдете ни в Логане, ни в S-классе. Даже сегодня. Выпекание углеволокна – штука сложная. Особенно, когда ты первопроходец. Изготовление первого прототипа кузова заняло 6,5 тысяч часов. При серийном производстве время сократилось вдвое. И все же весь Макларен был в состоянии выпускать не более двух машин в месяц. Чтобы ускорить процесс испытаний и не дожидаться первого кузова, британцы купили на стороне пару похожих по размерам тестовых мулов и обкатывали на них мотор, трансмиссию, тормоза, рулевое и отчасти подвеску. Упомянутыми мулами стали любопытнейшие автомобили Ultima, тоже британские. У каждого из них было имя собственное – Альберт и Эдвард. Опасаясь утечки информации в прессу, сразу после первой фазы испытаний мулы были отправлены под пресс. Первый и второй прототипы уже собственным кузовом тоже не сохранились. Так называемый XP-1 наскочил на огромный камень в ходе скоростных испытаний в Африке, сделал пару кульбитов и был разбит в дым. Однако пилот вышел из машины с нулем повреждений, подтвердив огромную прочность монокока. А XP-2 разбили намеренно в ходе сертификации, поскольку, как вы помните, машина строилась для дорог общего пользования. После удара о бетонную стену при 56 км в час, X-2 не то что не нанес повреждений манекену, но полностью остался на ходу. И ладно мотор, он же сзади, но ни один рычаг подвески или рулевая тяга не погнулись. А третий прототип – вот он, перед вами. Жив-здоров. Долгое время им владел главный конструктор проекта. Мюррей собирал данные о машине, как говорится, из первых рук, намотав за рулем F1 50 тысяч километров. Полагаем, на его лице в это время была улыбка. Мечта юности воплотилась. Через 30 лет после F1 Гордон создаст еще один суперкар. Свой собственный. Т-50. Место пилота в нем по-прежнему будет посередине. Разработкой интерьера и деталями экстерьера Гордон Мюррей не занимался, доверив эту работу дизайнеру Питеру Стивенсу. Тот нарисовал все до единого элемента вручную, без компьютерной графики. Именно его перу принадлежат крылатые двери, а также скетч, как правильно пилоту входить и выходить из F1. Как и в истории с мотором от BMW, Макларен не случайно ни в одном видео не показывает процесс посадки и выхода из машины. Настолько неудобным он был и навсегда останется. Если кто-то из конкурентов и рассматривал идею центрального расположения сидения водителя, то после пары проб, ударов головой о крышу и нелепых переваливаний через широченный порог, а он является силовой частью кузова, явно передумал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через четыре года после памятной беседы в Миланском аэропорту F1 представили публике. В Монако. Все логично. И потянулись люди. Уважаемые люди. Одним из покупателей стал, кто бы мог подумать, мистер Бин. Он же Роуэн Аткинсон, британский комик. Неплохо у них там кормят комиков, скажу я вам, в загнивающей Британии. Большой любитель быстрых автомобилей, Аткинсон не мог пройти мимо отечественного образца инженерной мысли. Долго и тщательно пилил на F1 резину 345 ширины и дважды грохнул своего любимца. После 18 лет пользования машина ушла с молотка за цену, примерно в 20 раз дороже стоимости покупки. И тут уж остается только гадать, то ли такие деньги отвалили за право пользоваться машиной самого мистера Бина, то ли F1 столь совершенен и эмоционален для счастливчиков за рулем. Выбрав путь бескомпромиссности в инженерии и воплотив его в F1, Макларен не удовлетворился просто спросом от состоятельных кротов и хвалебными отзывами прессы. Он погнал свое детище на автодром и установил рекорд скорости для серийных автомобилей, побить который удалось только Вейрону. Две сотни человек в Британии против Фольксвагена со всеми его неисчерпаемыми ресурсами. 16 цилиндров и 4 турбины Вейрона против атмосферной 12-цилиндровки. И всего-то 18 км в час преимущество. Эти люди определенно умеют строить быстрые машины. Сегодня Макларен делает сотни суперкаров ежегодно. P1, 620, 700 серия и новейший гибрид Артура. Все они опираются на наработки от F1. Уже нет Рона Денниса у руля компании, гоночная команда успела провалиться в аутсайдеры формулы и ныне мучительно поднимается на вершину. Гордон Мюррей строит свои собственные крутые автомобили, а Мансура Ех ушел в лучший мир. И только на DEF-1 время не властно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok